У нас есть вопрос. А если человека рассматривать иначе, например, отдельную физическую оболочку и сознание? Ну, понимаете, мы можем рассматривать человеческую сущность во многих категориях, не владея реальными знаниями. А сегодня, если учитывать, что нет ни одной теории, которая подтверждена была бы экспериментально, значит, мы в ситуации, когда мы говорим о сущностях, которые есть в человека, разным языком непонятным. Мы не можем дать определение этим категориям, которые мы предлагаем и так далее. Так вот, как здесь подходить? Как отвечать на этот вопрос? С точки зрения существующих идеологий, да есть такой взгляд. Люди могут жить этим убеждением, но он ведет к разрушению. Если кто-то не верит, он может убедиться сам в последствии, потому что наше убеждение всегда разрушается в исходе какого-то процесса. Понимаете? Как человек? Сколько сущностей? Сегодня мы напридумывали теории множества, да, пытаясь подтвердиться какими-то физическими приборами, какими-то измерениями и так далее. Но ведь физическая зависимость измерения, которые мы делаем, особенно зависимость друг от друга физических величин, нам вообще не дают реальные картины. Мы даже не задумываемся об этом. Ведь если взять формулу движения, действия, в ней участвуют только два элемента – скорость и масса. Так вот, как бы мы не изменяли скорость или массу, какую зависимость мы не рисовали бы, природа движения не разрушаема. Понимаете, в чем суть? Мы можем вкладывать туда все, что угодно, но мы никогда не разрушим правила творения. Да, Мэй. Ну, опять же, вот если вернуться к вопросу, который нам сейчас задали, физическая оболочка и сознание – это, собственно говоря, тот же самый человек. Не надо его рассматривать иначе. Он есть. Он и состоит из физической оболочки. Я услышал тебя. Это разные тела, возможно. Я услышал тебя, Марк, услышал. Да. И говорю, что есть сегодня представление, что есть физические оболочки, есть различные тела и так далее. Есть много тел, но ни один человек с этим убеждением, ни один автор, который проповедует эту идеологию, не может показать, подтвердить и объяснить нам это в прямых словах. А как можно объяснить нематериальное материальное, скажи, пожалуйста? Ну, видишь, мы снова говорим на разных языках. Если ты говоришь убеждениями, которые существует в обществе, теоретически, я стараюсь говорить не убеждениями, а то, что наблюдается в реальности. Что такое вера? Мы не слышим друг друга. Если вы утверждаете, что есть материальное и нематериальное, для меня всё материальное. И духовная часть тоже. Это материальная структура. Вот здесь мы расходимся. Как мы можем доказать друг другу? Или другой теорией? Или реальным явлением? Понимаешь? Я пока озвучу то, что нам задают, комментируют и задают вопрос наши зрители. Библейский Бог наделил душой тело, созданное заранее. А если расшифровать эту аллегорию? Это одна вопрос. Ещё раз в конце, пожалуйста. Библейский Бог наделил душой, душой тело, созданное заранее. А если я расшифровать эту аллегорию? Душой тело, созданное заранее. Вот есть такое мнение сегодня, есть такая гипотеза. А по моему представлению, душа и тело созданы одновременно. Душа и тело созданы не только одновременно, они параллельно, они создают и поддерживают друг друга. Есть третья субстанция, которая вошла в созданную душу и тело. Но это иной вопрос. В разных конфессиях, идеологиях и других местах называется это по-разному. Вот я говорил, что nature, nature, физика – это всё одно и то же. Но мы же говорим всё это по-разному. Так и здесь, пока мы не придём к одному понятию, к одной терминологии относительно определённого явления, между нами будет вечный спор. Но мы же хотим практическое решение, но они в жизни не получаются. Значит, наши знания где-то не так, не в том направлении, понимаете? Мы понимаем сегодня тяжёлую ситуацию, что пришли мы к какой-то катастрофе, к какой-то пропасти, но остаёмся на тех же теоретических позициях. Ну так ведь нельзя, нужно задуматься, наверное, нужно задуматься, всё-таки что такое эта земля, кто такие мы. Ведь сегодня случилось невероятное, страх утраты жизни перед смертью, наверное, взял вверх надо всем. И это правда. Значит, мы должны подумать, мы должны прийти к знаниям, к реальным знаниям. Ведь я говорил, что сегодня одно явление, вокруг одного явления существует множество теорий. А как это может быть реально? Теоретически да, но реально это невозможно. Давайте исправлять. Давайте исправлять. Ведь мы пытаемся и говорим, что мы уходим в духовное, мы должны уйти, подняться, сформироваться и должны, в конце концов, перейти в какое-то измерение, направление какого-то 5, 6, 7 уровня. Там, тонкий мир. Да мы живём в нём. Мы никогда из него не выйдем. Из духовного мира. Наше мышление исключительно происходит в духовном мире, так называемом. Ну куда мы стремимся? Другое дело, что это за категории? Нас, как субъектом, в каком состоянии мы, проявляясь физически на земле, и в каком состоянии мы, физически проявляясь, проявляясь вином пространства. Это разные? Ведь мы, например, можем наблюдать за вещью, она перед нами невидима, и изменяя внутреннее напряжение объекта, он проявляется между нами. Или не так? Здесь очень много тонких вопросов, Майкл. Мы хотим всё сразу. Знаете, и у меня такое желание было всегда. Всё узнать сразу. Увы, это не получается. Только шаг за шагом, крупица за крупица, по-другому не получится. Ты помнишь определение, алининское определение, что есть материя? Своё или классическое? Нет, в её работе там материализм, потом перейти, там что-то я забыл, как называется. Материя есть активная реальность, данная нам в ощущение. Ну, по-моему, это многие помнят. Автор. Автор. Автор Леонид Ильич Ленин. Материя... Ильич Ленин, Владимир Ильич Ленин, да. Владимир Ильич Ленин, да, его звали. Так вот, материя есть, объективная реальность, данная нам в ощущениях, ну и так далее. Так вот, что здесь не так, с твоей точки зрения? Или всё правильно? А теперь вот попробуйте подойти к трудам Ленина. Не так, как нас учили. Нет, нет, вопрос в этой промоу. Секунду, я сейчас подкажу к нему. Не так, как нас учили, а с точки зрения понимания его слов. А ведь объективная реальность, и я об этом же говорю, ведь теория – это не объективное знание реальности. А Ленин говорил о материи как объективной реальности. И, кстати, он в его работах где-то вскользь говорится, ну не прямым словом, конечно, но о творце, о разумном замысле. Его работа, по-моему, материализм и империал критицизм, да? Вот почитай внимательно ее. Мы можем ее проанализировать, кстати говоря, но о том, для чего? Ты отвечаешь не в том контексте, как я задаю. Я задал вопрос, помнишь или нет, привел это изречение дальше. Значит, ты отвечаешь, материя – это объективная реальность. Ты делаешь упор не на том, что я задаю вопрос, а я хочу другую точку зрения рассмотреть. Ты делаешь упор в материи – это объективная реальность, а я делаю напор совсем на другую. Значит, материя – это объективная реальность, данная нам. Нам – это кому? Нам. И вот я теперь поясняю, минуточку, я теперь поясняю. Нам – это нам. То есть материя дана нам. То есть мы состоим, мы состоим, главное – это мы, а материя нам дана. То есть душа есть первая, единая и неделимая – это Творец. А она обличена в материю. То есть, если брать инкарнацию, тогда это элементарно и логично объясняется. Тогда мы сбрасываем эту материю, она ведь нам дана. Она износилась, костюм. Мы её сбросили, переинкарнировались или инкарнировались в другую материю. Вот и всё. То есть вполне чётко объясняется. Вот что я имею в виду. Так, это я согласен с тобой, что это объясняется чётко. И это убеждение человеческое. Да. Но, пожалуйста, если ты убеждён в этом, построй хотя бы одну практическую модель. Я не могу строить практическую модель, не практический. Это разговор слепого с глухим. Слепой ничего не слышит. Ты говоришь, материя дана нам. Материя дана нам. Имеется в виду кому? Нам. То есть мы кто есть? Мы есть материя или мы есть душа? Вот в чём дело. Материя существует... Это такое интересное определение. Я же сейчас... Я согласен с тобой, Материя. Я рассматриваю другую точку зрения. Я согласен с тобой. Так мы что сегодня пытаемся выяснить другую точку зрения по этому вопросу? Или всё-таки... Вы идите на реальное познание? Да, подозрение. Тогда мы сейчас углубляемся в очень серьёзную философию. Что такое реальное познание, для кого нереальное, во-первых. Реальное для этих материалистов – это одно. Но реальное для человека, верующего в Бога – это другое. Бог – это душа, будем так говорить. А не тело, правильно? Поэтому сегодня очень много я могу объяснить, если так уж по большому счёту. Всё, что происходит в мире сейчас – это есть, что мы нарушили божественные законы. Мы идём против божественного создания и получаем то, что мы получаем. Материя эта сегодня получает нам обратку. И зеркало. И эта материя должна уйти для тех людей, которые не верят в божественное создание, божественную структуру. Это я не говорю, с моей точки зрения. Я рассуждаю совершенно логически. Если рассматривать с одной и другую. Тогда Дарвин, Дарвин, здесь вообще и ни при чём, и никак. Человек произошёл от обезьяны точно так же, как он произошёл от таракана. Вообще-то говоря. А кто присвоил, кто не присвоил, что он хотел сказать, что он потусовал. Берцовую кость, который откуда-то взял совсем из другого этого самого скелета человека. Майкл, такая же позиция и в религиях, к сожалению, в источниках религиозных, которые у нас есть. И веды, и Библии, и так далее. И почему-то одно мы защищаем, а другое представляем. Не имею ввиду проблем в Библии, в ведах и так далее, которые ведут к разногласию, которые ведут к борьбе. Но за что мы? Мы говорим, что общество должно прийти к согласию. А как мы придём к согласию, если мы всё разорвали на части? Скажи мне. Вот именно. Об этом же идёт речь. Материя. Ты говоришь, нам дана материя. Да материя существует... Прости, это лето. Материя существует гораздо изначально. Она существует раньше, чем появилось любое творение. Чего? Так. Так, говорит правило божественное. Это правило явления. У Бога был замысел, правильно? А при чём потеря? У Бога был замысел, правильно? У Бога был? Замысел. Ты сам говоришь. Замысел. Стоп, стоп, стоп. Я говорил, что в начале, в началах есть замысел. То есть в начале каждого действия есть замысел. Понимаешь? Замысел, не материя. Но чтобы действовать, чтобы действовать, изначально существовала материя. Почему? Это есть сказано. А почему? Во всех религиях, и в том числе в ведах. И что? Нужно правильный перевод. Я не могу допустить о том, что религия сегодня стала с ног на голову. Могу я это теоретически? Могу я допустить? Она исказила всё. Религия исказила всё по одной элементарно простой причине. Легче управлять человеком, если все будут делать так, как ему сказано. А если сказать о том, что? А что здесь нелогично? Объясни про новостное. Бог решит... Все религии без исключения, и веды в том числе, исказаны. Все религии, дорогой мой. Веды – это знания. Веды не может быть религией. Это знания. Как мы расходимся. А я тебе скажу, я тебе скажу, что веды родились гораздо позже и в Англии. В нынешнем виде. Ну, тогда надо поговорить... Знаете, вот у нас есть передача с сонскритологом. Марс из Гарсуц. Вот. Он сонскритолог. Он приводит абсолютные достоверные, как он пишет, точки зрения. Правильно. Я слушал его. И он говорил, что веды – это 16-17 век. Сегодняшние веды. Подожди секундочку. Вообще, давай разберёмся. Веды были записаны. Опять же, если брать во внимание то, что написано, и не отвергать. А то, что ты берёшь и отвергаешь. Я же не отвергаю то, что ты говоришь. Я просто говорю с другой точки зрения или гипотезы. А ты берёшь и отвергаешь. Ты говоришь конкретно это так, а так быть не должно. Так вот. Секундочку. Веды были записаны. Пять тысяч лет тому назад. Человеком. Инкарнация, который пришёл сюда на Землю. Звали его Бьясады. Дэф – это высшее существо. Вьяса – Дэф. Он пришёл дать, начал с Калиюга. Пять тысяч лет назад. Он пришёл дать знамя, которые были утеряны. Почему? Потому что раньше все друг друга, во-первых, не знали и спорили друг друга. Все знали и все запоминали. Все говорили на одном языке. Это был божественный язык. Так считается. Так записано. Но время шло, шло, шло. И цикл завершающий. Мы же знаем о том, что человек, который находится в стадии завершающей, в стадии своей жизни, он теряет многие вещи. Он теряет ум, он теряет слух, он теряет много чего. И он не способен функционировать так, как он функционировал бы, если бы ещё там 20, 30, 40, 50 лет тому назад. Так вот, человечество потеряло способность запоминать, потеряло способность мыслить здраво. И тогда был послан на Землю, скажем, аватаром, который решил это всё записать в наследие, чтобы люди взяли и почитали. Пять тысяч лет назад не написаны, а записаны. И вот тогда были люди, сейчас я уже заканчиваю, и тогда у нас же беседа была. Так вот, когда были люди, которые имели возможность входить в состояние медитации, в синхронизацию со вселенским замыслом, того, чего было миллионы и миллиарды лет назад, вот там где-то записано. Это не то, что сейчас у нас пять жизней, десять жизней, сто жизней, миллиарды, триллионы, может быть, лет тому назад так записано существование материальной вселенной. И вот они входили туда и считывали эту информацию. После того, как они получали эту информацию, считывали, они это записывали в наследание потомкам. Потому что они прекрасно понимали, что наступит Калиюга, в которой мы находимся, когда человек будет рассуждать не с точки зрения знаний, а с точки зрения как он считает. То есть отвергается божественное замысление. Вот только и всего. Поэтому есть, еще раз, вот такая не то, что версия, а есть такая вещь, только для этого надо взять и посмотреть и почитать. И забыть о том, что мы доктора, академики, профессора и так далее, и что мы вообще не дети. Вот если мы забудем остальные детьми в возрасте трех-четырех лет, когда мы не в силах ни с кем спорить, даже со своими родителями нам говорят, и мы согласны с этим, потому что мы же не можем, у нас нет информации. Вот если мы достигнем такого состояния и почитаем, тогда у нас будет вторая информация. И вот посмотрим, что у нас в душе, в области сердца, на хазе или как угодно, отзовется какая у нас информация будет такая, такая, не такая. Ну и тогда будет только все, что я хочу сказать. Я услышал тебя. Услышал тебя очень хорошо. Я тебе скажу, что я тебе как-то уже говорил, что если поднимать веды, и сегодня там очень много искажений с лингом санкрита, я говорю это ответственно. Понимаешь? Ну, секунду, секунду. Если люди живут убеждением в этом знании, пожалуйста, пожалуйста, человек вправе выбирать свое. но веды, ты можешь называть это знанием, пожалуйста, но в ведах, в ведах четко написано, что это религия, и я тебе готов это показать со временем, если зайдет спор у нас, мне нужно поднять свои материалы просто. В ведах написано, что это религия, а мы почему-то считаем, ну, правильно, от слова ведать, веды и так далее. Знаешь, все родилось, знание родилось, знание родилось, перекрутили слово видеть изначально, понимаешь, потом перевели в ведать его. Видеть, человек должен обладать видением, причем в полном смысле этого слова. Вот откуда перешло перекручивание. Ты говоришь, как он считает, я с тобой согласен на сто процентов, если я получил от кого-то знание из источников, которые существуют, человеческих, акаши и так далее, то я могу сказать, я считаю так, потому что я приобрел эти знания там-то, правильно? Согласен? Но я тебе говорю совершенно о других вещах. Я говорю, что можно научиться читать книгу явлений напрямую, можно восстановить как Дарвина, как Ньютона, как религии, как Веды. В сегодняшнем дне, в сегодняшнем дне, человек обладает теми же свойствами, но они закрыты, их нужно раскрыть, что и раньше. Их нужно раскрыть, сделать полноценными. И сегодня можно составить какое-то представление о реальной природе, объективное представление, и только потом можно сравнивать с прошлыми учениями, а не цены эти учения. И тогда можно увидеть, где ошибки были. Понимаешь? Я же не запрещаю никому, Майкл. Я хочу, чтобы все знали, я никому не запрещаю какую-то идеологию. Я наоборот хочу, чтобы человек своими шагами прошел полностью до конца, а не бегал из одной идеологии в другую. И когда он пройдет полностью до конца, тогда он может познать что-то другое. А если мы пытаемся бегать туда-сюда, но, увы, мы хватаем вершки, а корешки, так вот в корешках не видим их самое главное. Вопрос еще в другом. Ты понимаешь, сегодня дайте знания, дайте знания, дайте знания. берите, они есть. Они есть. Они в человеческих источниках. Они в хрониках Акаши, если можешь выходить. Но там же все теоретические модели, и об этом все давно знают. Одни и те же фундаментальные основы человек использует от начала своего. Краски другие только. Фрагменты меняются, и все. Но почему всегда ошибка идет там? Почему нет практического решения? Это мы должны сделать? Или кто? Или кто-то сделает о нас? Знаешь, я как-то говорил тебе, что нам говорят, и учения много, что человек приходит сюда для чего-то на землю страдать и так далее. Я скажу тебе совершенно противоположное. Человек приходит на землю отдыхать. Отдыхать. Как это? Ну, это тема отдельная и очень серьезная. дамы. Ну, я полагаю так. И я очень рад, дорогие друзья, обращаюсь к нашим зрителям, о том, что у нас есть возможность на этом канале рассматривать разные точки зрения и не входить в конфронтацию. Чего не стоило бы входить, поскольку положение у нас сегодня в мире очень-очень сложное. Ну, и самое главное, надо быть на позитивном настроении для того, чтобы у нас не было какого-то полного раздраева, потому что те, кто негативно относятся к многим вещам, к сожалению, сегодня энергии могут разорвать просто в разные стороны. Поэтому я думаю, что на этом нашу программу можно закончить. У нас сегодня было три программы подряд. Завтра, на субботу, у нас будет еще интересных много программ и коллективная молитвая медитация. Последнее тут я еще не прочитал. люди, которые оставляли наследие в виде знаний, обладали своей призмой видения, основанной на личном опыте, чтобы понять их изначальные мотивы, нужно пройти их путь или принять на веру. Разве нет? Ну, можно, можно пройти их путь, и мы будем проходить этот путь. И сегодня, кстати, мы на этом пути находимся, те, кто смотрел программы, скажем, мои, знают о том, что у нас мы проходим только теперь в обратном порядке. То есть, мы идем в мини, скажем, ну, бывает, вот теперь зимой, правильно? Зимой все, природа засыпает и так далее. А бывает наоборот. Вот у нас за окном идет снег. А еще два дня тому назад было плюс 25 градусов тепла. А сейчас идет снег. И вот полное впечатление, что зима, это просто обалдеть. Вот. Так что очень интересно. Если можно, я благодарен последнему комментатору за слова, действительно, только видение, а не видение может изменить ситуацию. и я всегда в своих передачах говорил о том, я всегда это повторяю на любой научной конференции, пока мы не сменим закон единства и борьбы противоположностей на другое правило, единство и согласие противоположностей, человек с мертвой точки не сдвинется. Сегодня, как никогда в этой ситуации нужно согласие, согласие всех противоположных конфессий, согласие всех противоположных специализаций и в медицине, и в жизни, и в производстве, именно согласие. Согласие даже тогда, когда мне что-то не нравится в другом. Ведь, знаешь, я открывал тайну свою как-то. Где я находил ответы, практические ответы? Как ты думаешь? Я говорил об этом. Так вот, ответы я находил всегда в противоположной стороне. Именно в противоположной противной стороне. В нас, в нашей идеологии, если мы придерживаемся однобокого состояния, ответов не существует. Они там. И вот, если сложить разные конфессии в одно сито, разные взгляды, которые нам не нравятся и так далее, где каждый считает себя лидером, поверь мне, через это сито все теории осыпятся. И останется то первоначальное учение, которое нам было дано, которое наблюдалось выдающимися гениями человечества. дамы. Да, я хотел бы, завершая программу, озвучить один комментарий. Татьяна пишет о том, что очевидно, что Петр знает гораздо больше, чем говорит, что уже вас сдерживает. Мы не будем спрашивать у Петра, я в курсе дела, но уважаемая Татьяна, Петр Павлович действительно знает гораздо больше, чем говорит, но на это есть определенные причины, определенные причины, которые тоже не стоит озвучивать, не все готовы к этой информации, у нас не противоставление, не противопоставление, и не противопоставление, а у нас просто различные точки зрения, возможно, или не то, что различные, а просто есть точки зрения, такая есть такая гипотеза.